чёрт там только что стоял человек который можно было поглотить но его убили да не хочу за этими чёрными ящиками охотиться и хватит бегать по крышам да что ж такое почему все время одна анимация когда он входит в дом данный ну или в укрытие данный ты нашла ее ты знаешь где моя извини джеймс извини я попыталась все что я могла сделать хеллер мне есть кое-что для тебя ты хочешь свою дочь назад приди и забери ее нет рук все-таки говнюк джеймс подождай это сигнал пришел через black net алекс знает что она там это очень большая ошибка ну видимо мерсер захавал этого рукса и теперь зовет туда хеллера какой же хеллер дебил сейчас смотри так и будет стопудово джеймс я я посмотрел по адресу это в штабе гентака что ты собираешься делать я собираюсь сделать я собираюсь попасть внутрь когда я закончу с хеллером black watch больше никогда не будет о нем не заполи беспокоиться сказал рукс ау ау не надо ряд меня стрелять тир хороший дайте внутрь зайти видимо столько-то угнать танков татара тата татара тата а нужно при нужно помощью кулаков туда пробраться то есть не по-любому туда нужно своей неизмененной форме так так где эта херня ну-ка кто меня стрелял все кончились да все выходим и пробиваем при помощи кулаков блин я что-то не увидел слово хаммерфист то есть это специально сделано чтобы я не смог сюда в это замаскированный зайти из чего сделана эта дверь рукс открывай козел о я слышу хеллер но красная корона взяла под контроль все здание если ты хочешь увидеть мою то тебе нужно пробить сюда путь видимо было сказано что это за хрень лучше бы я пошел попил чай у отстаньте от меня какая же же это ведь херня а это ведь джаггернаут и его теперь надо заставлять бить по стене такой оригинальный игровой ход надеюсь мне драться с ним не надо клювый саундтрек лучше бы меня нанимали что я еще что-то получил я могу ими управлять шикарно просто убер гипер гипер шикарно зашибись за его порежу так стоять у меня же есть парни упс уйди оттуда а нет нельзя вызывать парней видали как фигасе у него стилище смотрите он сейчас нереально силен капец силач просто вот это жесть блин да не его вот его а у него какой-то сюрприз для меня скажет сюрприз это был розыгрыш от валдиса пельши почему мне все время камеру поворачивают другую сторону джаггернаута давай джаггернаут немножко осталось е ворота были пробиты не дайте войти в на фабрику я здесь только из-за майи я знаю ага нет все таки он нормальный мужик что за херня теперь сделай мне одолжение забирай свою чертова ребенка и сваливай из этого грёбаного города круг все-таки клевый мужик надеюсь не заставит его детка папа ты знаешь ты должен знать хеллер если ты не со мной тут и против меня не заставляю алекса ждать вот же скотина я же сказал что кто-то из них должен быть меня предать рано или поздно рано или поздно кто-то все равно тебя предаст рано или поздно тебе вместо сдачи мелочь даст я пойду пройду хоть хорошую игру джеймс джеймс что случилось джеймс она забрала ее что джеймс иди сделай то что ты должен она будет не больше не мой брат может сестра ну клюва конечно достижение упс прямо на виду простите нет нету надо вот это вот дитин так ли тепли я всего лишь хочу вот этого избить отстаньте от меня о господи все всего-то надо было что у меня хайлысту лучше окей спасибо все я пошел и этот еще вертолет с два удара класс ой 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 о точно мы же анимацию еще как холестом поглощение работать не видели да ладно все я пошел отсюда все парни до свидания даже блок не надо было ставить окей все я убежал от вас от отсекайтесь ребятки парнишки девчонки а также их родители или кто там у них внутри в самолете вертолете где там все ну так я полагаю последняя миссия да хотя знаете может еще две еще так высоко то убить своего создателя называется миссия ну видимо да видимо это последняя миссия сколько вас а и чё безопасности на этот момент ты сказал мне я все твои воспоминания заберу о как страшно все до сих пор не понимаешь я дал тебе все и это все что ты смог мне дать взамен ты не понимаешь что я делаю человечество умирает но я могу им дать новое тело никаких больше конфликтов никаких больше зараз никаких больше страданий ты не видишь я не даю всем трое шанс офигительный просто поворот сюжетный достаточно твоего всякого говна отдай мне мою дочь нет даже не думаю об этом пришло время чтоб ты дал мне кое-что видишь молодая моя у нее такой же днк как у тебя и когда она будет готова твоя дочь станет матерью нового мира теперь между мной действительно достоянием земли стоишь только ты или судьбой земли стоишь только ты а вездец вездец но я тут даже переводить наверно не надо холи хит а теперь давай с этим закончим ты какой-то наркоман чувак а у меня силы отобрали все попробуй кое-что другое мне сказали да окей попробуй кое-что другое хорошо ладно давайте так ли а видимо нужно использовать другое оружие которое у него что его так же мочить как у всех остальных боссов это какой-то странный чувак а окей а окей не ту кнопку нажал а окей так теперь его ладно теперь надо вернуться потихоньку ай засранец ну все я труп надо было с самого начала херня не страдать а слушать че он говорит ну нормально 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 это по крайней мере понятно че с ним делать они это не та херня которая убивала в первом прототайпе с одного удара ну что ж такое то я нажимал а когда она появилась а ахер тебе факю факю еще раз как он сказал эмо говно блин как он ускорбился кема я кстати не знаю не ну ладно мальчиков эмо еще можно пускать но девочки же эмо симпатично выглядят многими идут эти челки на тебе козел на 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 забивай хорошая попытка члена головы и сказал хеллер надеюсь у него наверное еще несколько форм будет нет ауч ау блин я залпас кнопочки тыкать да чтоб тебя а можно другую печат применить давайте хлыст попробуем получи пожар получи ну все у него жизни почти нету забил на хрен что нечего сказать сказал хеллер не мне есть что сказать а вот этому засранцу не точно нет впечатляет теперь посмотрим как как ты сможешь к этому адаптироваться вот лови я потому что надо блокировать честно хороша попытка так понятно надо я забыл совсем то что надо это ну а хренее смотри сколько мне снял ну что это такое было пошел ка ты в жопу так ладно давайте возьмем эту лезвие а черт я нажал прыжок а не вместо блока тебе лучше было оставаться дома заказал хеллер ну что что это я ничего не могу сделать а блокировать надо понял что ж я туплю то так ты все очень мертвы так ладно сейчас будем блокировать понятно окей надеюсь начнут со второй его формы все я потому что можно от него удирать больше ауч да блин пошел ка ты Я не знаю, эмофак! Ну, видимо, хлыстом нет, хлыстом-то как раз занят хлыст. Ну, лучше титакли мочить буду щас. Чёрт, пока переключался, он меня успел ударить. Чёрт, я поставил опять блок вместо. Ну, и чё? Ну, я нажал А. Я снова нажал А. А, подождите, я кое-что посмотрю. Ну, смотрите, да? Где у меня? Где эволюция? Может, я не вкачал, конечно? Регенерация. Здоровье будет медленно регенерировать до 100% в течение битвы. Ни хрена, оно никогда не регенерирует, если честно. Чушь это какая-то. И параша. Ладно. Окей. Ноль интереса, зато... Зато ёптать сложно. Ну, вот. И что мне было делать с этим? Я не знаю, что делать здесь с блоком. Снова не знаю, что делать. Ну, видите, как камера просто погано сделана. Ну, я не увидел просто, что написано и уже начал нажимать. Опять же, смотрите, как вот на это мне реагировать, если я еще не успел камеру повернуть. Я нажимал А когда она появилась. Катя с которыми не начинаешь. Катя ссью. Катя с землей. Заливая ивана. Уврачиваться же надо, да? Ну, я ничего не мог сделать здесь. Ауч. Ну, что я сделаю, я просто на него... Это дебилизм какой-то, Господи. Это просто херня какая-то ужасная. У меня несколько раз ударили только из-за камеры. Наконец-то его получилось контрудар сделать. Ну, посидим в блоке и все. Да что ж такое-то, а? Наконец-то. Пошел-ка нахер. Опять забыл про это. О, Санкт-Петербург. Я тебя убил? Опять шум. Пошел. Пошел. Бин! Ну и что я сделаю? Я даже ударить его не могу. Выбей его, бей, бей. Хрен тебе. А вот сейчас обломись, я успел раньше тебя. Ну и вот почему его сейчас не застанело, скажите мне. Ну я успел его еще за контрударить что ли, окей. Пошел-ка ты нахер, он может еще и назад, окей. А хрен тебе. Где он? Пошел-ка ты в жопу, да что ж такое-то, все время забываю, то оно появляется, то оно нет, но здесь, потому что у него закончилось здоровье, далее добить его уж. Ты сдохнешь когда нет, я должен со всеми твоими оружиями сейчас разбираться, разбираться. Теперь ты меня просто разозлил. Охренеть, ну он все свои оружия показывает, которые у него были в первой части игры, ну и у игрока были. в первой части игры. Пошли-ка в жопу. Пошли-ка в жопу. Так, чем его сейчас бить? Давайте хлыстом. А вот этого если честно я не помню. Так, теперь ему нужно просто уворачивать, потому что он идёт же по площади. Ах ты тварь. Ай. Где он? Пошел-ка ты в жопу. Эй. Да что ж такое? Ты не научил мне стрельбу. Ну, чего ты говоришь про себя, что ты все него он нихрена сидут прыжки прыжки были синхронные просто прыжки надо пойти по синхронные прыжки гнонячков кстати мы наблюдаем это какую-то битву гнонячков вам не кажется они все какие-то из гной несоплений созданы это какой-то получается знаете миниатюрная битва пубертатный период вот нифига себе как завернули как бы миниатюрная битва гнонячков пубертатный период во ты что когда не оставишь на меня нет блин а был ворачиваться черт не успел вернуться что ли ну эта форма легче намного ну илья начали наконец-то понял как с ним разбираться по кью все это должно быть последнее добивание или у него четыре оружия или 5 не хочу спить с пятью форме драться я буду наслаждаться и когда тем как ты будешь подыхать сказал хейлер ой да нет ну отрубить руку о господи еще отрубить он новая трассила что ты думаешь так все просто отрывает его отрывать а потом еще это место уже предлоги предложил ему четыре руки но сердце не предложил ну и что три руки заменяет сердце как говорится да в старинной поговорке ой там такая прикольная культя смотрите она такая великолепная и красивая я наконец-то зашел на на вершину о чем еще показывают первого лица типа это круто да это было в года фор это было там намного круче хотят было должны от первого лица тут здесь нет ничьей ошибки кроме твоей и ты это понимаешь я понимаю что у меня был брат под на под именем алекс которым мы могли играть в компьютерные игры с которым мы могли накататься на скитборде и смотреть страшные фильмы я а теперь я понимаю что алекса больше нет но я больше не связан такими понятиями как жизнь и смерть а я выше над всем этим как и мерсер просто он этого пока что не понимает и чё какая важная информация просто зашибись я сейчас офигею от счастья да хеллер теперь поймет что он на самом деле не хеллер а он вирус а он решил уничтожить вирус из всех инфицированных нифига себе в нем сколько злости скопилось ну отлично бойник нанечков пубертатный период просто отличный отличное название отличный сюжет отличное вообще все джеймс слава господу майя майя ты в порядке ну ваще драма все следующей части будем убивать хеллера зашибись или играть за его дочь надеюсь следующей части правда не будет дочь который будет убивать отца за то что он стал ким и говню ком что мы будем теперь делать смотреть субтитры или титры я не знаю он наконец-то эта херня закончилась как и предполагалось сюжета здесь вообще нету если так потом люди говорят что это игра не про сюжет и игра про мясо зачем тогда нам вот эти вот все вот эти вот воспоминания знаете если вы вот этих вот воспоминаний всяких не было который там нас убирать или еще что-нибудь то игра превращилась вообще какую-то херню если честно сразу говорю боевка однокнопочная с ужасной камерой с ужасным управлением с ужасными однообразными боссами и вообще боссов можно назвать вот этих эволюционирующих боссов до эволюционировавших нет думаю ну это полу боссы да вот эти было всего два босса считайте да вот этот глиав и и сам мерсер глиав повторился два раза и убивать его надо было одинаково в первый раз весело во второй раз у бога и скучно мерсер мерсер убивается точно так же как и все полу боссы которых называют эволюционировавшие до него и как бы половина оружия ее взяли из прошлой части вот эти вот молоты клинки и хлыст по моему или нет ну сразу точно не скажу единственное что стало лучше наконец-то они игра не такая уж корявая как и раньше то есть ты ее сделали немножко немножко полегче то есть здесь ты действительно чувствуешь себя мясником они они мальчиком для битья как первая часть потому что первая часть была просто херня какая-то голимая ты тебя пару ударов давали по жопе и тебя убивали босс последний это было вообще какой-то нереальный капец если ты там не собирал не бегал никаких улучшений то тебя выносили из двух трех ударов это было просто невозможно играть и это я не запомню этого просто просто потому что из меня столько ярости в тот момент вылилось сколько не выливалось вообще никогда это абсолютно скучный неинтересный убогий босс был здесь но немножко получше здесь в начале здесь хоть есть иногда хоть какие-то интересные миссии да вот как бы там миссия когда нужно было сопровождать патруль black watch когда блин на это мысли заканчиваются если честно но по-моему еще какие-то ну на вертолете еще какие-то ну еще парочка было ну знаете одно главное то в том что не запоминается последователь с миссией что ты выполнял и для чего ты это все делал вы можете его сейчас уловить хотя бы для чего мы что это делали какие-то мы сначала переходим от одной компании к другой компании разрушаем это то то зачем просто если заменить во всех вот этих диалогах я опять же возвращаясь к сюжету и брифингах все слова и заменить их ты должен пойти туда и уничтожить вот это ничего не изменится на самом деле и зачем игрокопарить вот этими роликами кстати оформление роликов этого черно-бело-красное было стрельно с игры с но я не отключил что ли это говно с игры за саботер поэтому если не верите посмотрите сами в общем ничего в этой игре оригинального нету если первая игра еще хоть как-то интересовала не интриговала тем что своей историей то эта игра уже ничем не интригует абсолютно не интересный герой почему выбрали хеллера почему он так важен почему именно хеллер и вот я так и не понял почему мерсель его выбрал что он он кто сам герой он какой-то тупой кретин с налитыми кровью глазами бегать и всех убивает это он даже более его действие боль даже более бессмысленный чем действие кратуса из года фор я думал до этого момента что самый кровавый тупой герои это кратус нет на самом деле это хеллер кстати за хеллер очень похож на кратуса так что в этом герое тоже ничего уникального нету тоже такой на налитые у него вены сбухают он пытается опять же отомстить всем за дочь и ну и за убитую семью он пытается за отомстить с своим же создателям то есть если готовор в году форка то сам сил зевсу и ары су за то что они с ним такое сделали из-за того что убили его семью то здесь хеллер мстит тем кто сделал его мутантом в общем это просто херня к это глима задание не интересные задания вначале вообще однообразные но еще к середине игры середина игры они начали хоть какой-то разнообразие в них происходить но потом все тоже скатилась в одно и то же единственное что интересно это не выполнять задание объект бы городу по городу и месить всех если в принципе эту игру проходить как надо в эту игру как надо играть нужно просто поставить ее лучше скачать и потому что более двух часов и не проситите если не будете мучиться сюжетными миссиями поставить эту игру поставить какие-нибудь патчи которые не патчи модификаторы которые открываются разу все удары и все что можно все районы и бегать по городу месить всех это единственное что здесь есть интересное и и на чем такое что посмеяться можно если вы не смешные моменты словите больше здесь эта игра не нужна вообще если сравнивать и я даже не буду сравнить с феймос 2 якобы если первая часть поставил семерку по сути эта часть такой большой знаете дополнение тире патч первой части то есть если вы продавали за 10 баксов окей было бы вообще классно но покупать виде отдельной игры единственное что мне понравилось вообще но если говорить обо всем что в том что может понравиться в этой игре это иногда игра действительно бывает у нас верной то есть в красной зоне когда за мной гнались вертолеты вот со всеми прожекторами когда дождик шел когда гроза была вот это было классно вот это было круто но в целом это просто игра с однообразными затянутыми миссиями отсутствием сюжета неинтересными героями отсутствием логике вообще введение действиях героев и забыл еще сказать тупой искусственный интеллект они его так и не поправили если вы не смотрели мы прохождение смотреть только эту часть то пример такой ты бежишь по стене начинаешь бежать по стене забегать на какой-то 16 этажный дом все немножко только подозрение к вас возникает да то что мол мы вы мутант если вы возьмете деревянную коробку хоть рядом с каким-то солдатам то все все считают что вы мутант и начинает по вам стрелять это просто знаете это это логично да это это так и должно быть но это это ужас не интересную до кучи не интересные боссы неудобная камера однокнопочная боевка система прокачки узнаете ну что в ней такого особенного ну система прокачки есть да окей если бы ее не было то вообще было бы ужасно ее просто взяли систему прокачки разделили на три части и все и каждую часть вот это каждый из вот этих вот частей и качать можно по-другому то есть там мутации есть который для которых нужно выполнять дополнительные задания есть основная прокачка которая скил и для которой даются при росте в уровнях хеллера и третье это силы ваших оружий которые можно увеличивать если всасывать каких-нибудь там особенных мобов не аж экран потух особенных мобов которые бегают везде по городу и над которыми есть значок особенный это все то есть вся система прокачки опять же говоря про второстепенные задания но может быть конечно у меня попались не 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 неудачно задание но они тоже все однообразные и либо повторяет главные задания из сюжетной линии либо повторяет сами себя же другие второстепенные задания которые не относятся вот этим главным ну как вы здесь есть главные второстепенные задания которые которые укомплектованы как бы в наборами за и за Выполнение одного набора тебе дают Какой-нибудь очко Тебе дают скилл, который называется мутация Есть просто Второстепенное задание, которое можно найти в городе Это убить Каких-нибудь там стоящих рядом ученых И зачистить какой-нибудь улей С С мутантами внутри Ну и можно собирать, я не знаю правда Зачем собирать черные ящики, в которых Наводится В которых находятся Всяческие записи, аудиопереговоры Потому что, во-первых, они не нужны абсолютно Они, знаете Ты их услышал, ты их не услышал Тебе вообще пофигу, если, конечно, сюжетная линия Главная сюжетная линия, ну хоть как-то тебе Хоть может, хоть как-то, ну я не знаю Кого может заинтересовать, но хоть как-то Может заинтересовать, хоть чуть-чуть То вот эти вот все собирания Черных ящиков, они просто абсолютно Не нужны, во-первых, они очень коротенькие Во-вторых, в них ноль информации, в-третьих В них, если есть информация То она вообще не нужна абсолютно И нисколько не пополняет сюжетную линию Я вообще не понимаю, зачем Это нужно было делать Я ничего не буду говорить про графику Потому что Ну, какая графика в наше время Кто гонится за графикой Может быть, конечно, дети 14-летние, которые говорят У меня самый мощный коп У меня Battlefield 3 идет При 60 FPS И все лохи Учиться надо на четверке-пятерке лучше Больше пользы будет, я не знаю От этого В общем В целом Мне было не так уж и Скучно в нее играть Знаете, ну Как бы я не толкал себя То, что нужно мне проходить И проходить Да, вот когда В игру вообще не хочется играть То Мне приходится заставлять Себя в нее играть Если мне это нужно Для зачем-то А вот В эту игру Ну, она как бы местами Да, но она не местами Она в целом Скучная И очень Плохо сделанная Неинтересно, да Но В принципе Я ее вот так вот Один раз прошел И Как бы об этом Особо не жалею Но Ничего интересного Я здесь не увидел Ничего особенного Не знаю Откуда у нее, кстати Такие оценки взялись И, кстати Хорошее сравнение Я еще с первой частью Сравнивал Игру Которая называется Spider-Man Web of Shadows Там тоже есть Открытый мир Тоже есть Нью-Йорк Тоже есть Зараженные То есть Там в принципе Все то же самое Что и здесь То есть Там вот есть Зоны, в которых Есть Заражение Взоры, в которых Нет заражения Тоже есть Какие-то там Слизь какая-то Ползет от небоскребов К небоскребу Но там нет Кровища Там есть Человек-паук Там есть Интересные герои То есть Там женщина-кошка Или еще кто-то Там вот Юмор, да Есть какой-то Сюжет То есть Там опять же открытый мир до spider-man не часто такое было это первая игра с открытым был был миром была spider-man в этот веб of shadows и она мне вот это прототай первого мне очень напомнил spider-man а вот это вот эту игру я очень удивлялся почему все так похоже но в прототайп единственное что отличало от spider-man ее это то что в прототайп есть крыльяще самом деле я вот не понимал почему у spider-man веб of shadows там оценки в районе 70 процентов а когда я играл в прототайп 1 там было около 80 ну около 80 процентов была средняя оценка игры эту игру критики уже оценивали ниже чем первую потому что ну действительно если первый еще можно было говорить ну да это новый ip что-то разработчики не успели вы что-то наверно они там не смогли сделать ну наверно ко второй части исправится да может быть вторая часть вышла и ничего не изменилось поэтому зачем ей да такие оценки ставить в общем плохо плохо совсем плохо плюхая игра неплохая но обращать на нее внимание не стоит если вы собирались это делать лучше лучше я не знаю идти футбол поиграть вот с вами был эйлен увидимся с вами следующих видео прохождения которые обязательно появятся а Продолжение следует...